я служу от Министерства обороны получить кредит на приобретение дома в деревне. Ё-моё, дом в деревне, представляете? Служишь на севере, а тебе дают кредит. Ну, короче говоря, я поехал в отпуск в Крым и выдрал, сам от себя не ожидал, выдрал этот кредит и купил в Херсонской области дом. 34 сотни. И думал, когда-нибудь уволюсь и пригодится мне этот дом. А потом страна через пару лет поменялась, разделилась, и мой дом, который я должен был выплачивать до 2025 года в деревне, правда, обесценился, и я заплатил за весь дом, и так достал денег. За сколько там? Ну, вот столько-то я достал, и мне хватило. Купоны были в Украине. И вот у меня был такой дом старинный и участок 34 сотки. Я начал там сельским хозяйством заниматься. Думаю, а что? Быстро поднимусь, разбогатеет. Редицкая весенняя же, это класс. У меня вот такая была редицкая. Весенняя. И растет бурьян. Многолетний. Многолетний. До меня вырос. И мне говорят соседи, слева-справа, говорят, но надо орать. Пахать. Не покричали? Нет, пахать. Орать, не украсть. И я иди договариваться с трактористом, и он тебе это смотрит. Я пошел с трактористом договариваться, он посмотрел, говорит, ты что, с дерева упал? Тут ни один дактор это не возьмет. Это надо сбить. Я говорю, как значит? Ну, руками сбить. Такой бурьян. Тридцать сут. Я говорю, ну ладно, я собью, приезжай завтра. Он говорит, тебе на неделю ты голубай. Я говорю, завтра приезжай. Он говорит, не, я завтра не приеду, потому что ты сумасшедший, ты же городской, ни хрена не соображаешь. Это на неделю работа. Я говорю, завтра приезжай, утро будет убрано. Ну, он так посмотрел, я говорю, вот. И это его возбудило. И вот, значит, я утром встал. Ну, вот, послезавтра приезжай. Утром я встал и думаю, так, надо сбить. И вот я начал сбивать. Через час я понял, что я погорячился. Крема не было. Да, это был октябрь, конец октября. Мрачные тучи, я хорошо это помню. И вот я долбав. Поломал там одни грабли, другие. Просто сбить надо. Сбить, сжечь, сбить, сжечь, сбить, сжечь. И вот уже три часа, вот уже четыре, а уже сил нету. А еще гляну там, все. Думаю, ну завтра, я говорю, нет сегодня. И когда дело к концу подходило, я стоять не мог, я на коленях пол. Я на коленях сбила. А сам все думают, зачем я надрываю? А внутри что-то такое есть, что вот заставляет это доделать до конца. А оно еще не горит сырое, сыроватое. Бензин на канистру сжег. Короче говоря, я сбил это. Это было уже темно, при Луне я добивал последние метры. И тракторист, глядя на все это, говорит, ну у него даже слов не было. Сильно возбужден был. Зачем я рассказал? Я знаю, что каждый из вас, знаю точно, как и я, как и любой человек, в глубине души надеется на лучшее. Но с другой стороны, каждый раз, когда начинаешь что-то делать, внутри голос, внутри голос. Ты же тысячу раз говорил, что ты бросишь курить и куришь. Ты тысячу раз хотел накачать тело, а живот у тебя до сих пор торчит. Ты тысячу раз хотел похудеть. Ты тысячу раз обещал делать 10 контактов в день. Ты тысячу раз обещал звонить. Ты ты, и ты ничего не делаешь. Ты до сих пор в бизнесе, в таком шикарном бизнесе, где у человека 5 крутых автомобилей на несколько миллионов долларов, в этом бизнесе. Ты никто. Год и два, и три. Ты все по-прежнему в долгах. Голос такой, говорит и говорит. Говорит и говорит. И ты приезжаешь на какое-то мероприятие, послушаешь других людей и думаешь, нет, с завтрашнего дня начнут. Ведь это же так просто. Ведь это же оказывается так просто. Правда, действительно. И посмотришь, миллионы людей на машинах. Все в долгах, все в проблемах. Есть деньги и нет, все хотят сэкономить. Все боятся залить у них дрянь в свой бак. Автомобиль это что-то такое особенное для человека. Это такой домик на колесах. Все хотят. Мне властный бизнес. Я, наверное, смогу. Но когда начинает, приходит новый день, и ты думаешь, что я сейчас буду звонить, и у тебя опять рука не поднимается. Ты заткнулся в этот телевизор. Сначала Майл.ру, потом Одноклассники, потом Будь он проклят в угол, потом еще что-нибудь. Смотришь, ну ладно, завтра. Так день за днем, то телевизор, давай поженимся, то возле приговор, то еще хрен знает что. То кухня, то кастрюля. День прошел, еще один день, еще один день. Приезжаешь, выводят каких-то там болтов или силверов. А ты все, брод, за 17-й год. Вроде не выходишь из дела, и вроде как бы надеешься, посмотришь. А можно с вами сфотографировать? А вот напишите мне авторы. Я теперь начну. А вот как вы работаете? Правда так? Ну теперь и я тоже. А на другой день модный приговор. Я правду говорю? Да. Отдалось. А ночью просыпаешься и спать не можешь, сердце начинает скучать, думаешь, ну как, как? Сегодня 16-е, 22-го, платите, ну ты что, где ее взять? Ну где взять? Уже пристав прикопил, уже, уже просто, а? А сын приходит, мама, дай. А мама звонит, говорит, слушай, вот тут была у врача, надо лекарство, стоит 172 гривны, без кошелек, а там 16 гривен. Маме, который один-один рождение, говоришь такие слова, аж заливаешься слезами. У тебя нет ни хрена, это не будет. У тебя есть люди, которые на ломборджине ездят, а ты задницей, понимаешь, ну ты никто. А? Да что ж такое? Где же эта тайна? Как же это заставит себя извлечь из себя такую энергию, которая дала бы тебе такой пинок, чтобы ты пошел и действительно начал что-то делать? Ведь если по-настоящему, по-взрослому посмотреть, то бизнес-то простурок. Ну, правда. Слушай, вот есть какие-то блески, положишь в бак, будешь экономить, и машину защитишь. Вот мои ребята вот так делают. Хочешь? Нет, пошел вон. Слушай, есть такой бизнес, можно заработать. 30 долларов всего стоит на чай. 30 баксов на чай, есть парень, на ломборджине ездит. За 30 долларов начал, на ломборджине ездит. Ну ладно, в Америке. Но есть вон там вот пенсионер, ему уже хрен знает сколько лет, он за 4 месяца 25 тысяч долларов поднял. Первые 4 месяца. Или вот у меня есть мальчик, 24 года, весит в долгах, потому что мать больна. Приступ, пришел вописывать новую букву, последнее, что есть. В таком состоянии вошел в бизнес. Сегодня за 4 месяца работал уже 8 тысяч долларов. И больше тысячи людей в один раз. Ну кто-то же может, почему не я? Ну почему не я? Вопрос? Это коренной вопрос бизнеса. Обычно люди спрашивают, а как вы работаете? А какие слова вы говорите? А какое вы объявление даете? А как вы приглашаете? А какой у вас текст листовки там, или флайера какого-то? Это все важно, но это второстепенно. Почему ты работаешь? Почему у тебя получается? Что тебя двигает? Откуда ты берешь эту энергию, чтобы преодолеть страх, неуверенность, сомнение, лень, неорганизованность, вот эту привычную мякинистость? Что ты такое делаешь с собой? Как тебе удается извлечь этот огонь? Что тебя мотивирует? Откуда эта энергия? Мероприятием, что ли? Я вам скажу, что хорошо приехать на события на какое-нибудь, послушать других, крутых, увидеть результаты, все вдохновиться, через два дня все затухнет. 100% мотивация произойдет, кончится. Нужна своя внутри. У каждого есть что-то внутри, что может нас заставить двигаться. Может быть, вы нуждаетесь в деньгах для того, чтобы вылечить своего сына или мать. или, может быть, вам нужна квартира, в конце концов, у кого нет своей квартиры? Это же больной вопрос, жуткий. А у кого квартира требует замены? Спасибо.